В программе Белорусского телевидения глава администрации президента говорил, что акция была заранее спланирована. Мы располагаем такими сведениями, они у нас есть, что несколько сот тысяч долларов было выделено специально под эту вот вчерашнюю акцию. Представители оппозиции опровергли заявление властей о финансировании Западом. В акции пострадало 53 сотрудника милиции, было задержано 92 участника. Против лидера социал-демократов Николая Статкевича и еще трех человек возбуждено уголовное дело. В Минске прошли суды. Депутат Верховного Совета 13-го созыва Людмила Грязнова была оштрафована на 300 миллионов белорусских рублей. Произошли столкновения. Официальный Минск утверждал, что все спровоцировано за границей Белоруссии. И на эти цели Западом даже выделено несколько сот тысяч долларов. Я глубоко убежден, что это отработка тех денег, которые они уже получили. Вот уже второй день и основные мировители компании крутят кадры вчерашних столкновений в Минске. Оппозиционеры, в свою очередь, уверяют, что в столкновениях виноваты сотрудники милиции. По их словам, когда дорогу демонстрантам переградил милицейский кордон, участники марша решили повернуть на соседнюю улицу. Люди поворачиваются спиной к щитам, отходят 15 метров, выбегая от колонны, ударили в спину людям. Тем временем, уже на следующий день после арестов, состоялись первые суды над участниками акции. Пока точно известно, что пятеро манифестантов оштрафованы на суммы от 29 до 300 миллионов белорусских рублей. Это 50 и 500 долларов, соответственно. Сегодня аресты были продолжены. В итоге Статкевича арестовали. Заодно на колонне правоохранительные органы Белоруссии задержали депутата Дружественной Российской Государственной Думы. Ольга Беклемищева из фракции «Яблоко» присутствовала на митинге как наблюдатель. По ее словам, некоторые лозунги демонстрации были ей симпатичны, но она ничего в адрес белорусских властей не выкрикивала и тем более не брала в руки камни. Назывались фантастические цифры. Самые ретивые сообщали о 20 тысячах. На самом деле, число активных участников не превышало 2,5 тысяч человек. Роль массовки играли несколько сотен зевак. Официальные власти пока не ответили на нашу просьбу прокомментировать вчерашнее событие. Из Минска Александр Холпаков, Константин Мороз, единый социал-демократической партии Николай Искатьевич. С учетом мер, которые к нему принимались ранее, Статкевича могут приговорить к трен годам дюймена. Сегодня прозвучала официальная оценка вчерашних событий. Ее в интервью белорусскому телевидению высказал глава администрации президента Белоруссии Михаил Мясникович. Во имя чего все это дело делается? Это делается для того, чтобы опять западные СМИ будут показывать вот эти вот картинки, а лидеры – это позиции, соответствующие получать деньги на то, чтобы продолжать так называемую боль. Еще не успели, как говорится, начинаться вот эти беспорядки или их кульминация, как уже российские каналы все показывали. То есть и были точки, и были проплаты. Мы располагаем такими сведениями. Они у нас есть. Работа российских телеканалов во время вчерашних событий была названа неадъективной. Обвинения сводились не только с оперативностью работы московских съемочных групп. Вино НТВ, например, поставили своевременную оплату минским связистам. Мы располагаем информацией, что на одном из каналов московских эти сюжеты были проплачены заранее. Потому что, насколько я понял, из увиденного на их каналах операторы достаточно хорошо были осведомлены о том, где вести съемку. Они знали точки съемки, знали, где что будет происходить. Совершенно правильно. Это оперативные съемки, предоставленные белорусскому телевидению. Вы видите, камера работает метров за 300 от событий. С этой точки снимала камера НТВ. Обвинения в профессионализме? Наверное, это уникальный случай юриспруденции. Из Минска Александр Колпаков, Константин Морозов, Михаил Лукамин, Дмитрий Даградский разрешили оппозиции только проведение митинга. Он занял минут 15. После чего многотысячная колонна двинулась в сторону центра. Примерно в километре от резиденции главы государства произошло столкновение сил правопорядка с манифестантами. Эти кадры со вчерашнего дня показывают все мировые телеканалы, что обижает белорусские власти. В интервью местному телевидению глава администрации президента Михаил Лисникович сказал, что именно организация телевизионной картинки была главной целью оппозиции. В свою очередь, лидеры оппозиции акцентируют внимание на то, что власти сами спровоцировали вчерашние столкновения с милицией. И напоминают некоторые эпизоды шествия. Идет десятитысячная колонна к этому моменту. И вот в районе начала парка Горького ей переграждают дорогу 15 комоновцев без щитов, которые начинают активно работать в дубинках. Чудом, никто из милиционеров в этих не пострадал всерьез. Пострадавшие были с обеих сторон, но пока известны только потери ОМОНа. Более 50 раненых, 8 из них госпитализированы. Утром в райотделах милиции осталось 62 участника беспорядков. И сегодня в Минске прошли суды над ними. В основном выписывались денежные штрафы. Сотрудники ОМОНа, силы правопорядка, вступили в непосредственное соприкосновение с участниками манифестации. Начались столкновения. И, как видите, ОМОНовцы перешли в контрнаступление. ОМОНа, силы правопорядка, вступили в непосредственное соприкосновение с участниками манифестированы. Организации и независимых профсоюзов. Марш свободы должен был показать, что оппозиция – это реальная сила, с которой власть обязана считаться. Режим, который господствует в Беларуси, не только не готовится ни к каким переговорам, но наоборот, уничтожает, душит демократическую прессу, исчезают оппозиционные политики, возбуждаются новые уголовные дела, происходят нападения на политические партии и общественные организации. Сначала демонстранты провели несанкционированные шествия по центральному проспекту Минска, парализовав движение транспорта. Одну полусу, замановите, пожалуйста, для общественного транспорта. Одну полусу для общественного транспорта. Оставляйте, пожалуйста, дверь здесь. Короткую остановку участники марша свободы совершили в парке «Дружба народов», где состоялся митинг. Его кульминацией стало сжигание проекта договора о создании союзного государства между Беларусьей и Россией. Вот с таким чином! Союз с Россией! Это война! Союз с Россией! Это смерть! Союз с Россией! Это галеча! Оле! Живи, Беларусь! Марш свободы продолжился в сторону площади независимости. И тут в действие включилась милиция. Сначала демонстрантов пригородили дорогу ленточкой и табличками про ход запрещен. Но участники марша продолжали движение к центру города. За несколько кварталов от резиденции Александра Лукашенко выстроился милицейский кордон. Однако он был буквально снесен толпой. Демонстранты штурмовать не смогли. Решились. Тогда в ход пошли камни. Отбив атаку, милиция приступила к зачистке территории. В результате столкновения есть пострадавшие с обеих сторон. За своим детей. За свободу. Не боюсь КВБ. Не боюсь тюрьмы. Не боюсь смерти. Надоело такое уже все. Свобода. Пока нет данных о количестве задержанных. Но организация Международное Мести уже объявила, что все задержанные автоматически получат статус узников совести. Дмитрий Новошилов, Сергей Кельбах и Дмитрий Завадский. ОРТ. Минт. Казалось, что на этом все может закончиться. Но из-за щитов была дана команда на разгон. Отбив атаку ОМОНа, демонстранты схватились за кирпичи и булыжники, выворачивая их из мостовой. Камни полетели к щепе осветления. В ход пошли древки от флагов и транспарантов. Появились первые пострадавшие с обеих сторон. Прямо на месте событий проводились первые аренды. По горячим следам задержано более сотни человек. Некоторые из манифестантов спасались от дубинок, прыгая в речку. Сражение происходило в километре от резидентной президента и продолжалось около 40 минут.